Почему она уезжает? Как это называется? Плай! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Сейчас мы находимся вместе с самым известным, я бы не побоялась этого слова, в мире граффитистом. В мире, Дмитрием Левочкиным, в мире. Дим, Дим, ну завоевываешь уже пространство, завтра улетаешь в Казахстан, Европа, Америка. Ну все дороги для тебя открыты, но сегодня не об этом. Сегодня, да, идем к этому. Сегодня о другом. Заканчивается сегодня изображение нашего любимого Забиваки. Он уже принес столько голов нашей сборной. Еще принесет. А после того, как картина будет завершена, ну у нашей сборной просто нет шансов. Знаешь, у меня супруга говорит, что пока мы лисуем Забиваки, наши будут нормально побеждать. Я предлагаю тогда следующий мальчик, ну так, подрисовывать. Пришел с баллончиком, потряс немножко, чик-чик, оп, и голы пошли. Дим, скажи, как родилась идея этой вот фантастической, фантастически огромной просто, картины, этой изображения? Ну, всем известно, да, что использовать напрямую, прям образ Забиваки, да, никто не имеет права. То есть это коммерческий как-то такой вот. Это уже будет плагиат. Да, 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 но не то, что даже плагиат, это использование бренда незаконно. Ты видела мои последние работы, да, ты сделал репортаж у меня в студии. Вот. Я в этом же ключе сделал Забиваку. То есть мы взяли официальный символ, сделали из него 3D-модель, выкрасили его в золото и создали такую скульптурную форму. То есть в официальной продукции золотого Забиваки где-нибудь, на брелках не надели. То есть мы его полностью изменили и создали такую хромовую композицию. Вот. С оптической иллюзией на бэкграунде. Вот. И решили, что как бы она будет действительно очень круто вписываться в городское пространство. Во-первых, необычная, получается, заливка фона на фасаде. То есть она у нас, если видишь, да, сделана металлической краской. Вот. Плюс все полоски, которые черно-белые цветут, оптические, да, они у нас выкрашиваются специальные... Вот, кстати, я сегодня, я сегодня буду это делать, я буду выкрашивать. Так дорожные знаки и так вот эти вот, знаешь, полоски на одежде, чтобы наш мобильный... То есть ночью Забивака тоже будет сиять? Если на него направить сильный прожектор, да, то эти полоски будут выкрашивать. И почему именно чеки на 6? Почему этот дом, почему этот фасад, чем он удобен или как так получилось? Не знаю, мне просто нравится этот фасад. Я объехал здесь много фасадов, да, и вот смотрю, здесь полупка, отличный фасад. В принципе, да, согласна. Четвертый, и вообще-то это вся весь этот район, но, на самом деле, отлично. Посмотрите, там вот этот фасад открывается, здесь сбоку. Ну, в общем, есть еще, да, целое... В общем, у тебя вот как раз-таки в этой коллекции достаточно много интересных работ, так что, может быть, стоит задуматься. Ну, мы полируем в будущем привозить сюда еще иностранных художников разных. Вот, и чисто создавать эту коллекцию мурал-арта Воденцова от разных художников, да, то есть, чтобы здесь можно было ходить, смотреть. Ну, это только начало. Как рождался Сапивака? Это же была целая, ну, просто операция. Ну, довольно-таки быстро, на самом деле, родился. Вот, идея, на самом деле, долго вынашивалась, да, не только Сапивак, а вообще все эти работы, которые я делаю. Вот, но так как у нас чемпионат мира по футболу, такое событие, которое проходит не так часто, тем более в нашей стране, тем более, вот. Ну, это главное событие, просто главное событие. Ну, мы не могли не реализовать этот проект. Поэтому, собственно говоря, это и сделали. И я тебе так скажу, что здесь без поддержки администрации вообще никуда не прошло бы все. Вот. Ну, и техника, и прожекторы, и сначала рисунок намечался. Вот, искали, искали, да, по поддержку спонсорскую нашли, то есть всеми силами, там, торопились, искали. Отлично, на самом деле. Я, например, помню, даже при времена Гладышева, да, были такие у нас проекты, только у нас что-то никто не рассматривал. Да, все ругают просто вот сейчас. Всерьезно? Да, да, все ругают. Там Андрей Робертович Иванова, там Воробьева, да, там какие-то свалки пишут в интернете, там камни кидают. Но на самом деле же город преображается, согласитесь. Абсолютно. Есть парки, появляются новые площадки, детские, прекрасные, разные арт-объекты. Конечно. То есть, как-то... А твой арт-объект, как он нашумел. Причем он вызвал, ну, это был реальный резонанс, ну, такой, знаешь, вот, как с бегемотами. Но для этого не создавался. Вот он и создавался для этого, то есть о нем говорили, 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 но это не мешало огромному количеству людей приходить, делать с ним селфи, фотографироваться, там, понимать, не понимать, высказываться. Ну, то есть, вот это, ну, ради этого и творит художник, собственно. Конечно, современное искусство, оно не должно, как бы, вызывать резонанс. Иначе смысл, ну, как бы, что делать? Просто скучные какие-то объекты. Во-первых, всем не угодишь, да? Вот. Вот наша задача – это создавать какое-то развитие, да, то есть что-то делать, чтобы развивалось, чтобы люди, как бы, не стояли на месте. И эта картина, все твое творчество, оно тоже ведь направлено, да, это? Да. Особенно то, что касается последней вот этой коллекции картин, одна из которых находится теперь у Андрея Робертовича Иванова, которой ты подарил ее ровно год назад. Много кого есть, на самом деле, очень таких влиятельных и богатых людей, да, там присутствуют работы коллекционеров, кто их коллекционирует на работу. То есть серия такая удачная, она практически вся, как бы, продана, на самом деле. За исключением, там, первых, первой работы, которую я еще не доделал. То есть она просто лежит в сторонке, как бы, да, ждет всего часа, там, на 70% завершения. Вот. А так все работы куплены. Слушай, ну, одно дело, когда находишься внизу, все понятно, ты видишь этого, уже, уже видишь, да, забиваку, у тебя объем, цвет, ты его воспринимаешь, кажется, ничего сложного. Ну, ты знаешь, честно, вот я поднялась с тобой сейчас наверх, я понимаю, насколько это кропотливая работа, причем это же такой масштаб, но здесь вот каждый элемент, он просто не случайный, он на своем месте, и действительно весь забивак состоит из... Плюс искажение. Да, плюс искажение, он же объемный. Думаю, как тебе, ну, как тебе это удается, ну, это фантастика просто. Мы находимся наверху, шикой, аэрозольной краской, да, рисуем. Мы же не думаем о линях, то есть это как-то само. Ну, думаем о жизни, о поездке, знаешь, там, в Казахстан, еще о чем-то. То есть как бы работа сама рождается. То есть нет такого понятия. Ты можешь объяснить, как ты дышишь? Нет, просто дышу. Да, просто дышу. Вот так же то же самое, просто я. Когда ты спускаешься вниз, вот ты видишь каждый день, да, всего вот пятый день идет... Я постоянно анализирую и думаю, что бы я еще добавил. Ну, то есть как бы процесс, он не останавливается. Вот делаем, да, уже по эскизу, добавляем каких-то цветов, которые находятся в городской среде. Там, например, здесь сейчас вот ничего мы не увидим, да. А когда вниз спустимся, там отражается дорога. Вот это вот дом красный, то есть есть элементы. То есть, ну, вот оно, мастерство. То, что касается, я уже сказала, про Астану, про Казахстан, что это за интересный проект? Был объявлен конкурс, мы приняли участие, вот. Евгений Чес, мой коллега, он сейчас там находится уже, закончил свой муэл. Вот, а я вылетаю завтра, как говорится, с корабля на бал, да, то есть отсюда. Завтра утром в 9.50 самолет, и уже прилетаем туда в 7 часов вечера, и в 8 часов вечера мы уже набрасываем новый фасад. Он будет в таких же масштабах или он будет чуть меньше? Нет, он будет поменьше, но он квадратной формы, так как вообще фасад, не видно у нас. То есть он практически в килограммной форме, то есть на нем можно вообще... Но он, конечно, проще гораздо, то есть в том плане, что ровно в половину нет. Это первая твоя такая вот огромная работа или все-таки нет? Нет, работа не первая огромная такая, вот, но именно интересная такая первая. То есть, наконец-таки я пришел к тому, что начал реализовывать какие-то экспериментальные фасады, тут вот мой, да, с применением каких-то красок определенных и в своей стилистике, которую я делал, так как о том, что я занимаюсь, ну, в свободной форме выражения. Ну, все-таки сегодня вот огромное, кстати, количество, можешь показать, Стас? Вот смотри, вниз огромное количество здесь болот. То есть это еще не все? Конечно нет. Вообще, вот, насколько на сегодняшний день вот технические возможности, вот именно красок, да, цветов, оттенков позволяют, действительно, так легко играть? Ну, нам привезло вообще регионально, да, то, что мы находимся в Подмосковье, вот, у нас нет и моря, у нас нет соленого здесь воздуха, который разрушает краску. Поэтому у нас это довольно-таки долго держится. Вот, здесь работа по 10 лет держится и больше, то есть, например... Какая гарантия у забиваки? Знаешь, ну, краски дают 5 лет, а все зависит от разрушения дома, то есть, в том плане, что если управляющая компания будет следить, вот, например, помнишь, да, солдат, Да, 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 да. Тут ураган был. Потекла крыша? С стороны, там отлетела вот эта вот часть защиты, вот, и стекает вода, а ты знаешь, вода, как бы, камень кончится. То есть, на макараску никакая не выдержит, никакая броня, ничего. Ну, мы будем надеяться, что золотой забивак устоит. Да, я думаю, что все с ним будет нормально, потому что здесь недавно прошлись работы, видно сразу, что управляющая компания следит за этим домом. То есть, есть швы, есть, как бы, новые, да, все там нормально. Ну, в принципе, удобно вот именно на такой стене работать? Конечно, вот эта мозаика, она, мне кажется, одна из самых прочных вещей. Летчик, он ровно на таком же, а фасад, только там швы плохие, ну, правда. Вот, при этом он держится уже такой год, он же нарисован вместе с летчиком, знаешь, абсолютно нормально. Дим, ну что, порисуем? Да, давай. Дим, ты мне обещал, что если я с тобой поднимаюсь к забиваке, то ты мне дашь возможность немножко порисовать, ну, попробовать, хотя бы внести свою лепту в этот потрясающий рисунок. Ты не первый. В эту картину. То есть, здесь уже журналисты были, вот, но, как бы, вот будешь второй, кто, я еще сам не носил краску, значит, вот эту вот отражающую, то есть ты будешь второй, кто это сделает. Слушай, кстати, когда приходят ребята, кто-то из гаража, может, говорят, Дим, давай поможем, Дим, можно с тобой, можем помочь. Очень много, кто хочет помочь, пишут там в Инстаграм, официальные сети, Фейсбук. Проблема в том, что я не могу всех допустить, это же надо обучение, допуски, понимаешь, если бы все же будет ответственность на себя. Ну, конечно. Я вроде потрясла хорошенько. Да, отпускай. Да, отпускай. Все состояние делаем. То есть, штрихами, да? Да. Да, пойдем. Получилось? Ура! Можно еще одну? Можно. Сейчас поглезем. Дим, ну, я хоть маленькую лепту, но постаралась все-таки внести, помочь тебе. Я понимаю, что, конечно, вся основная нагрузка легла на тебя, и ты за пять дней справился с забивакой, ты его создал. Ну, это не нагрузка, это же, наоборот, это позиция. Это радость. С удовольствием сделается, конечно. Но самое главное для любого художника – это признание. И ты понимаешь по отзывам и по тому, сколько людей приходит сюда, просто посмотреть снизу, просто увидеть то, как он рождается, то, как ты это делаешь. Это ведь дорогого стоит. Согласен, но мы работаем уже не для какого-то признания, да? То есть, признание, оно может быть, может не быть, как бы ты же развиваешься, делаешь все лучше, лучше, лучше. Вот. Наконец-таки начали делать работы в свободной форме выражения, да? Никакой рекламы не делаем. То есть, вот это самое важное. И город, наконец-таки, с сюжетов 9 мая пришел уже к современным, интересным, ярким, молодежным решениям. Ну, кстати, это же не столько молодежно, мне кажется, она зацепит каждого, вот просто любого жителя Одинцова, от мала до велика. Как бы к ней надо привыкнуть, то есть это точно. Ну, мне кажется, даже уже за эти пять дней, понимаешь, уже все, уже все забивака, это уже местные-местные жители. Хорошие, даже как бы старшее поколение, как бы, да, они ходят там присматриваться. И все могут просто форму эти структурные различать. Скажи, с какой точки лучше всего смотреть на забиваку? Через дорогу. То есть, через дорогу приходим, смотрим, фотографируемся, и тогда вот он именно такой, какой задуман художником. Прямой, сто процентов. Прямой ракурс или ракурс справа не подходит, потому что будет искажение, потому что он будет такой сервистический. В этом тоже есть своя фишка, вот, но, конечно, прикольно смотреть вокруг. Когда все линии сходятся в одну точку, и он получается данным объемом. Вот, если кто-то любит сюрреализм, искаженные формы, такие, да, там, пластичные, то, конечно, лучше смотреть правильно. Дим, спасибо тебе огромное, что ты взял нас с собой наверх, дал возможность немного потворить вместе с тобой. Это дорогого стоить, правда. Возвращаемся. Возвращаемся вниз. Не страшно? Нет, не страшно, я получила потрясающие эмоции. Но я теперь понимаю, что работа граффитиста очень сложная. Тогда давай команду. Вниз. Вниз. Ну что, мы спускаемся вниз. Забивака готов. Почти. Все почти. Забивака почти готов. Остались, ну, буквально последние штрихи. И уже завтра все жители города могут приходить, любоваться, фотографироваться и просто, проезжая мимо, наслаждаться видом этого прекрасного символа Чемпионата мира по футболу 2018. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Оставайтесь на телеканале ОТВ, вас ждет много интересного. Пока. Оставайтесь на телеканале ОТВ, вас ждет много интересного.